Добрый день! Начинаем пресс-конференцию о благотворительном бале «Рождественская история». Представляю спикера, это организатор этого бала Сергей Решетняков. Добрый день! Добрый день! Давайте расскажите, пожалуйста, сначала об идее, о том, как это будет, а потом мы зададим вам вопросы. Да, конечно. Ну, собственно, идея в том, чтобы, во-первых, продвинуть немного сами балы и культурное мероприятие в виде исторических танцев. Так как это немного сейчас начинает популяризироваться, в принципе, у нас в Харькове есть две школы исторического танца. Одну из них я представляю, это студия исторического танца «Альбион». И мы, в принципе, организовываем этот бал совместно, ну, как можно сказать, международное сотрудничество. Это Харьков и Днепропетровск. Днепропетровск – это студия исторического танца «Ведлуня». В принципе, вот, помимо самой идеи того, чтобы люди потанцевали, пришли, послушали живые выступления наших певцов, получили различные новогодние подарки, они, собственно, еще делают благотворительный взнос, который впоследствии будет расходоваться на культурное развитие в детских домах. По поводу детских домов, мы, в принципе, после того, как уже пройдет бал, будем договариваться с каким-нибудь директором определенного детского дома и будем сотрудничать для начала с одним. А впоследствии уже будем переходить на более массовый подход, как только наберется, в принципе, и средств, и людей, и желающих во всем этом участвовать. Для тех людей, которые не разбираются в танцах, что такое исторический танец? Исторический танец – это, в принципе, любой танец, можно сказать, который, ну, XX век, XIX, ну и так далее, более длинные, дальние, средние века. В принципе, у нас на балу будут танцы средины XIX века от Альбиона и танцы начала XX века от Ведруня. А под что вы будете танцевать? То есть там у вас все по-настоящему? Это настоящий бал, живой музыкой, живыми артистами? Как это все проходит? Вот форма какая? Ну, танцевать мы будем, ну, скажем так, под либо минусовки, либо музыку с исполнением. Ну, то есть, вот музыка играет, и, соответственно, поется песня, но не в том плане, что у нас там будет живой оркестр и живое исполнение. У нас, фактически, будет, ну, под три песни три различных танца. Это будет вальс, это будет танго, и, в принципе, под сенатору, ну, можно будет ван степ станцевать. Танго и ван степ – это начало XX века, ну, а вальс, соответственно, XIX. Три песни, а что вы будете делать все остальное время? Все остальное время, ну, собственно, мы будем танцевать просто под плеер. Ну, мы будем озвучивать схемы, то есть, вот, если это фигурный танец, показывать, как это танцуется перед танцем, потом включаем музыку, и, в принципе, все желающие танцуют. Кавалеры приглашают там, и пошло-поехало. А плюс будут еще, как бы, импровизационные вальсы, ну, и... У нас есть вопрос. У нас всегда есть вопросы. Добрый день. Дмитрий Овсянкин, журнал «Аналитик Ю». У меня есть ряд вопросов. Во-первых, вот вы говорите исторические танцы. Предполагается ли к историческим танцам еще и исторические костюмы? Этот балл, ну, в принципе, ориентирован на всех, и мы не делали уклон, скажем так, на какую-то историческую костюму, потому что будут приходить и переселенцы к нам, и студенты, ну, то есть, как бы, люди с разных сфер, и многие из них, ну, как бы, не особо много зарабатывают, либо же не зарабатывают вообще. Поэтому мы, в принципе, на этом баллу не ориентированы на это. А в будущем, в принципе, возможно. Понятно. А вообще дресс-код предполагается какой-то? Дресс-код, да, конечно. Это, в принципе, ну, для парней костюм, ну, и туфли, ну, то есть, черный костюм, белая рубашка желательно. А для девушек это минимум вечернее платье до колен, ну, и, соответственно, там, либо чешки какие-нибудь, либо туфли, ну, женские туфли на низком каблуке. Еще один вопрос. Вот вы когда говорили, вы не упомянули о площадке. Где это будет происходить? Какова площадка, где будут происходить танцы? Ну, площадка, в принципе, если кто смотрел на встречу ВКонтакте, это здание спецвуза «Автоматика» на Полтавском шляхе, конференц-зал. В принципе, зал, вот, что еще плюс, оформлен в историческом стиле, опять-таки, под этот балл очень классно подходит. И вместимость там, в принципе, до 70 человек. Спасибо. И еще один вопрос, тогда уже сразу. Такой дискуссионный немножко. Знаете ли вы о том, что в Харькове, в том же Днепропетровске, в Запорожье существует целая такая группа большая клубов исторических реконструкций, которые в том числе занимаются реконструкцией исторических танцев. Ну, это Средневековье, это 12-й, 14-й век. Вы с ними контактировали, вы их приглашали принять участие. Это же тоже, в общем-то, на сегодня это уже бальные танцы. Да, но, в принципе, у нас заявлено именно как раз вот на этом баллу, это 19-20 век. Но часть ребят из нашей, собственно, Харьковской студии занимается вот и средневековыми танцами. Поэтому в будущем, на следующих мероприятиях, я думаю, будут и такие танцы. Добрый день. Русин Игорь, агентство КВШ-информационное. Скажите, уже известна сумма средств, которые планируется собрать, и известно ли, на что будет потрачено. То есть, что-то конкретное, либо просто перечислите деньги детским домам. Если перечислите, то каким? Если что-то покупаете, то что и куда? Ну, собственно, на первый вопрос по поводу суммы пока еще неизвестно, так как у нас еще люди, собственно, покупают пригласительные на баллы. И, в принципе, все желающие пока еще могут купить, места еще есть. Конкретно сложно сказать, но то есть все, опять-таки, зависит от людей, кто придет. По, опять-таки, какой категории они придут. У нас разные скидки есть. Для переселенцев это вообще стоит 50 гривен. Для студентов это 100 гривен, для жителей из других городов это 80 гривен. В принципе, предоплата 120, а в день мероприятия уже, соответственно, 150. Главное, ну, скажем так, небольшая загвоздка – это то, что нам не хватает именно спонсоров, которые бы оплатили сам зал. Поэтому, вот, сначала все собранные средства, они идут частично на окупаемость зала, а уже потом, вот, то, что останется, мы будем тратить уже на материалы для детских домов. То есть мы, в принципе, деньги никакие перечислять не будем. Мы покупаем для начала интеллектуальные игры, типа шахмат-шашек, и также материалы для китайской чайной церемонии, чтобы ездить с этим, в принципе, в детские дома, проводить там, как бы, интеллектуальные образовательные вечера, танцевальные вечера и вот чайные церемонии. В принципе, у нас одна группа ребят занимается поездкой с чайными церемониями в детские дома, и вот я хочу составить вторую группу. Понял. Вопрос следующий. Да. То есть, если я правильно понял, пока неизвестно ни цифра, сколько собрано, ни, собственно говоря, сколько пойдет на подарки детям благотворительным. И потенциально существует опасность того, что им уйдет, ну, грубо говоря, 10 копеек. То есть, вообще ничего не уйдет. Нет. Ну, детям по-любому. Ну, вы же сказали, сначала идет оплата зала. То есть, если вы соберете меньше, чем на оплату зала, значит, дети в пролете, как я понимаю. Нет. На оплату зала уже, в принципе, еще небольшое количество человек сегодня должно прийти на мой мастер-класс вечерний, и они, как бы, должны оплатить, и, собственно, это перекроет всю оплату зала. В принципе, если вас интересует именно конкретная цифра, сколько я собрал на данный момент, это 1080 гривен. Меня не столько интересует цифра на данный момент, меня больше интересует, все-таки, что получат дети, ради которых, собственно, и называется благотворительный балл. Дети получат, собственно, как я уже сказал, китайские чайные церемонии, танцевальные вечера и интеллектуальные вечера с обучением интеллектуальным играм. Понял. Спасибо. У меня вопрос. Вы сказали, что вы собираете деньги при помощи мастер-класса. Какого-то? Вот расскажите еще об этом. То есть, получается, что оплату вы формируете не только за счет вот этих денег, которые принесет вам оплата входа, оплата за вход на балл, но еще и за счет каких-то других ресурсов и других ваших усилий. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, по поводу мастер-классов, это, ну, вот, собственно, предбальные мастер-классы, которые шли в течение этой недели. Это вторник и четверг. Там мы просто, как бы, приглашаем людей, опять-таки, за минимальную плату, чтобы они хоть как-то, те, кто совсем не умеет танцевать, потренировались в танцах. Потренировались, научились вальсировать, изучили схемы танцев, ну, и, собственно, пришли уже на балл более подготовленные. Помимо этого, в принципе, вот я встречаюсь с разными предпринимателями и, как бы, прошу, чтобы они тоже сделали какой-то свой взнос в этот фонд. Кто-то откликнулся уже? Пока еще нет, но, в принципе, все в наших руках. Поэтому я думаю, что к концу января по-любому соберется достаточное количество средств на все, что я планировал. И, в принципе, с февраля месяца мы начнем заниматься поездками в детский дом. То есть, получается, на самом деле, еще желающие вам помочь, они могут подключиться, делать какие-то свои взносы и, собственно говоря, на балл приходить. Да, конечно. И еще такой вопрос у меня. Нужно ли быть подготовленным к этому баллу? То есть, нужно ли уже приходить, умея танцевать, или может прийти новичок и тоже как-то встроиться в это все и найти себе место? Ну, в принципе, новичок, конечно, может прийти, но, как показала практика, ему будет немножко сложновато. Но, в целом, в принципе, опять-таки же говорю, мы будем показывать все схемы. Ну, единственное, что в обыстренном варианте. Поэтому, если человек способный, он как бы может прийти и потанцевать. Или же, ну, если совсем не будет получаться, ну, по крайней мере, человек таким образом сделает взнос в благое дело и постепенно получится танцем. Ну, то есть, как бы сначала на баллу посмотрит, как это все происходит, а потом, в принципе, может приходить на занятия в нашу студию, это тоже как бы будет поощряться. У вас на странице во ВКонтакте написано, что это новый формат. Вот расскажите о том, что какая новизна в этом всем будет, чем это будет отличаться от других подобных мероприятий? Новизна в том, что благотворительные баллы, которые происходят по всей Украине, ну, не знаю, как насчет Киева, в Киеве я, в принципе, не бывал, но это обычно собрание группы людей, от небольшого до 100, ну, от 50 до 100 человек, дебютантов, и они, как бы, их тренируют, несколько танцев, и впоследствии они выступают перед публикой. И все. Помимо всего этого идут там выступления, опять-таки, певцов, певиц, там выступления каких-то еще других коллективов. То есть, как такого балла там, в принципе, нет. Это просто подготовленное выступление. А наш балл, он именно как бы балл, то есть мы там действительно все люди придут и потанцуют, ну, кто не умеет, конечно, постараемся научить по возможности. И плюс отличие именно как раз тут между благотворительными баллами идут. То есть, если, в принципе, смотреть на остальные баллы, то такие баллы, конечно, проводятся. Но, опять-таки, еще одно отличие, почему новый формат, это танцы 20 века. То есть, в Харькове они не танцуются. В принципе, школы, которая бы преподавала танцы 20 века, на данный момент нет. То есть, я через Альбион пытаюсь это как бы постепенно внедрить. Ну, а дальше уже как бы время покажет. Но в чем плюс, опять-таки, танцы 20 века? Они более простые, чем 19 век. То есть, там более упрощенные движения, и людям гораздо проще им научиться. То есть, если человек приходит на бал 19 века, мало того, что ему нужно, если это, как говорилось, костюмированный балл, это нужно заморочиться насчет костюма, то есть, сделать какой-то или достать в аренду костюм, то еще и выучить довольно сложные танцы. А балл начала 20 века, это как бы костюмы, даже если с костюмами более простой вариант, и танцы, соответственно, тоже очень простые. То есть, у новичков шансы есть, все же, похоже. Да, у новичков шансы есть, по-любому хотя бы несколько танцев, они потанцевать смогут. Есть ли еще вопросы, коллеги? Есть вопросы. Похоже, нет. Тогда давайте... А у вас есть? Ну, в такой ситуации, чтобы у меня не было вопросов, не бывает по определению. Вот, опять же, балл. Вы постоянно говорите балл. Но если мне не изменяет память, формат балла – это не только танцы, это не только танцевальный вечер. Ну, в классике жанра. Это еще какая-то программа. Общение. В первую очередь, балл – это общение. Предполагается ли у вас в программе, кроме танцев, что-то еще? Общение, знакомство. Ведь туда придут люди, мягко говоря, не все знакомые, между собой близко. Закладываете ли вы в программу какое-то общение между людьми? И в продолжение этого. Приходя на балл, обязательно ли приходить с парой для танцев? Или есть шанс, что если я, допустим, прийду без партнерши, я смогу найти себе партнершу для хороших танцев? Вот как раз для мужчин в этом плане проблем никогда нет. Потому что на баллы приходят по гендерному балансу, к сожалению, процентов 60 с лишним девушек и, соответственно, 30 с лишним процентов парней. Поэтому, если приходит парень, то для него найти партнершу не составляет труда. Особенно, ну, если он, как я, скажем так, умеет классно танцевать. А если приходит девушка, то для нее уже под вопросом. То есть тут ей придется драться за парней, в некотором роде добиваться их. Но при этом, опять-таки, по поводу общения. Общение у нас будет проводиться несколько игр, в принципе, на знакомство в перерыве. Плюс во время танца. Все танцы идут, ну, за исключением парочки. В качестве исключения с прогрессией. То есть это вот дама становится, предположим, со своим кавалером. Она танцует. Протанцевали они часть схемы. И дальше она пошла к следующему кавалеру. И так далее. То есть, по-любому, молча танцевать, ну, не все захотят. Обязательно кто-нибудь с кем-нибудь познакомится. И вопрос решится. Ну, еще плюс по поводу программы, как вы спрашивали. Я говорил, будут певцы живые, две девушки, обе лены. Плюс планировалось, конечно, выступление музыкантов, но, к сожалению, у нас по техническим трудностям не получилось это все. Но я думаю, в будущем будут и музыканты, и все остальное. То есть, как я понял, с культурной программой будет только два, какие мужа. Давайте, если вопросов больше нет, еще раз проговорим о том, как к вам попасть, где это все будет происходить, какие условия для тех, кто придет. И чем вам еще можно помочь, кроме того, что прийти и заплатить за билет? Так, ну, для начала попасть к нам можно, это в субботу 16-го числа, здание спецвуза автоматика, конференц-зал. Приходить нужно в 5 часов вечера. Ну, кто хочет, может чуть раньше прийти, чтобы успеть переодеться. В принципе, зал будет открыт до этого. Помочь, ну, в принципе, можно либо связаться со мной в ВКонтакте, либо же по телефону. В ВКонтакте, ну, это, в принципе, встречи нужно смотреть, это ВК, ссылка, Харьков, подчеркивание балл, на английском языке. Либо же написать мне лично, это там, я, в принципе, в ВКонтакте есть. Можно позвонить по телефону, мои контакты, это 050-927-6338, либо же Киевстар 068-089-2371. По поводу, опять-таки, помощи, ну, это обсуждается в индивидуальном порядке. В принципе, у нас есть ребята с православной молодежи, которые просто готовят банально еду к нашему баллу. Ну, то есть, каждый помогает, чем может. Главное желание. Спасибо, удачного мероприятия вам. Спасибо. 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 Спасибо.